Из параболы мы прошли её определение. Свойства директрис выяснили, что эксцентриситет параболы равен единице. Ну и сегодняшнюю тему давайте запишем касательное к параболе. Саму параболу рисуем так. Рисуем систему координат. Ставим точку, которая у нас будет фокусом, F. Проводим вот такую линию, это будет парабола. У параболы есть директриса. Она находится с другой стороны, но фокус вот здесь, она находится с другой стороны от фокуса. И мы знаем, что если мы возьмём точку M на параболе, то расстояние от фокуса до этой точки будет равняться расстоянию от точки M до её директрисы. Теперь в этой точке M мы проводим касательную, и нас интересует уравнение этой самой касательной. Точку M давайте будем считать имеющие координаты x0, y0. Тогда в силу уравнения параболы у нас будет такое равенство. Мы уже уравнение параболы самой знаем. У нас будет равенство y0 в квадрате равняется 2P на x0. Здесь я поставил нуликовые, которые означают, что это в точке касания будет происходить такое равенство. Ну а если мы берём не только точку касания, а вообще все точки на параболе, то уравнение параболы будет y в квадрате равняется 2Px. Для того, чтобы написать уравнение касательной, вспомним, что у нас есть формула для касательной к графику функции. И она записывается так. y минус y ноликовая равняется f' от x ноликового умножить на x минус x ноликовое. Для того, чтобы воспользоваться этим уравнением, оно вам известно из школы и из курса матанализа, скорее всего оно тоже будет известно или уже известно, нам нужно вычислить производную от функции f, графиком которой является парабола, в точке с координатой x равной x ноликовым. Но вот это уравнение параболы нашей. Если мы её же будем задавать как y равняется f от x, то есть как график функции, то мы вот это y равняется f от x должны подставить в уравнение параболы. И у нас получится формула, что f от x, всё взятое в квадрат, равняется 2P умножить на x. И в этом равенстве мы можем взять производную от левой и от правой части по переменной x. То есть мы берём f от x, всё в квадрате, берём это всё в скобке и снаружи ставим знак штрих производную. Это должно равняться 2Px, от этого тоже мы ставим знак штрих, то есть это производная. Тогда с левой стороны у нас будет получаться 2F от x умножить на f штрих от x. А с правой стороны у нас будет получаться просто 2P. Ну, P считается константой. Из этой формулы можно вычислить f штрих от x. Двойка, двойка сокращаются. И получается, что f штрих от x, это есть P разделить на f от x. f от x у нас это y, поэтому это есть P разделить на y. Дальше нам надо вычислить производную не в любой точке, а в точке с координатой x0. Значит, вот здесь вместо x надо подставить x0, и вот здесь надо подставить x0. f от x0 это будет y0. И поэтому у нас получится такая формула. f штрих от x0 равняется P разделить на y0. И вот в таком виде производную надо будет теперь подставить вот в это уравнение касательный. Запишем. Значит, у нас получится y минус y0 равняется P разделить на y0 и в скобочках x минус x0. Это уравнение дальше мы будем преобразовывать. Значит, y минус y0 равняется P разделить на y0 и умножить на x минус x0. Домножаем обе части на y0, чтобы избавиться от знаменателя. У нас получается y0 умножить на y0 умножить на y минус y0 равняется P умножить на x минус x0. Дальше вспоминаем, что у нас есть уравнение параболы, которое для точки с координатами x0 и y0, то есть для точки n, пишется как y0 в квадрате равняется 2px0. То есть вот это y0, которое здесь есть, можно заменить на 2px0. В итоге у нас получится такая формула. y минус y0, да, я отсюда, y умножить на y0, y умножить на y0 минус 2px0 равняется Px минус Px0. Вот эти минус 2px0 мы перенесем в правую часть с плюсом. И у нас получится y умножить на y0 равняется Px плюс Px0. Ну и окончательно вынесем за скобки P и у нас получится уравнение касательное. y на y0 равняется Px умножить на x плюс x0. Вот это и есть уравнение касательное к параболе. Похоже ли оно на само уравнение параболы? Ну, само уравнение параболы выглядело так. y в квадрате равняется 2px. Я это уравнение параболы могу переписать так. y в квадрате равняется P умножить на x плюс x. Вот. И если теперь посмотреть на эти два уравнения, то видно, что они похожи. Это уравнение параболы. Здесь было y в квадрате, это значит y умножить на y. А здесь y умножить на y0. Здесь было x плюс x, а здесь x плюс x0. То есть небольшие различия есть, но в целом эти два уравнения очень похожи. И вот такая запись позволяет просто эту похожесть наглядно увидеть. И позволяет запомнить уравнение параболы. Уравнение касательное к параболе. Так же как, ну то есть по аналогии с уравнением самой параболы. Следующий сюжет, который у нас будет, это фокальное свойство. Фокальное свойство параболы. Чтобы его сформулировать, оно будет иметь две формулировки. Одна формулировка в терминах оптики, то есть в случае света. А потом мы из него сделаем геометрическую формулировку. И в конце концов в этой геометрической формулировке это свойство докажем. Значит, рисуем картинку. Ось Y, ось X. Ставим на некотором расстоянии от оси Y на оси X в точку, которая у нас называется фокус. Симметрично с другой стороны на том же расстоянии будет у нас проходить прямая линия, которая называется директрисой. А сама парабола будет выглядеть вот так. Теперь давайте отследим луч света. Ну, предположим, что луч света вот вышел как-то вот так. И столкнулся с параболой. Что здесь с ним происходит? Если парабола сделана зеркальной, то здесь происходит отражение. И здесь надо нарисовать касательную, провести перпендикуляр к ней. Образуется угол падения. И этот угол падения должен равняться углу отражения. И, значит, здесь получится какой-то вот такой вот отраженный луч. Угол падения равен углу отражения. То есть, вот эти два угла должны быть одинаковыми. Значит, ну, вот на этой картинке я специально нарисовал. Но, на самом деле, если аккуратно нарисовать, то можно увидеть, что вот этот вот отраженный луч, он пройдет параллельно оси иксов. И в этом, собственно, и состоит фокальное свойство. Давайте его запишем. Если он пишется так, луч света, вышедший, вышедший из фокуса параболой, отразившись от нее, уходит в бесконечность параллельно оси параболы. Луч света, вышедший из фокуса параболы, отразившись от нее, уходит в бесконечность параллельно оси параболы. Это вот формулировка фокального свойства в терминах оптики. Ну, какие-то применения этого факта, я думаю, вам известны. Это параболические антенны, параболические зеркала телескопов, радиотелескопов и всяких там радиолокаторов, а также параболическая форма отражателя, которая используется в фарах автомобилей и в прожекторах. За счет вот такого фокального свойства параболы расходящийся пучок света, вышедший из фокуса, можно преобразовать в параллельный пучок света, который достаточно далеко идет, не рассеиваясь в разные стороны, параллельно самому себе. То есть получается такой вот пучок света. Конечно же, в реальности вот этот фрагмент параболический, он не бесконечный, поэтому в том месте, где у нас есть край этой параболы, те лучи, которые не попали в параболу, они будут уже уходить расходящимся образом. То есть, такого идеально параллельного пучка все-таки не получится. Значит, теперь давайте переформулируем это фокальное свойство в терминах геометрии. Для этого надо посмотреть внимательно на картинку. Значит, вот у нас касательная, это точка М, дальше, что мы получаем? Вот эти два угла, они одинаковы, и если взять дополнение, к этих углу, этих углов до 90 градусов, вот эти два угла, они тоже будут одинаковыми. Дальше мы эту касательную продолжим. Где-то она пересечется с осью иксов. И тогда вот этот угол будет равняться вот этому углу, потому что мы, как сказали в фокальном свойстве, вот эти луч и ось параболы, они параллельны, а когда третья прямая пересекает две параллельные прямые, то возникают одинаковые углы в пересечении двух параллельных прямых с третьей. и вот если мы эту точку обозначим через буковку N, вот эту, то у нас получится треугольник M, F, N, в котором два внутренних угла оказались одинаковыми. А если углы одинаковые, что это значит? Какой треугольник, у которого два угла одинаковые? Он равнобедренный, да, получается? В нем не только эти углы одинаковые, но еще одинаковые стороны, которые противолежат этим двум углам. Скажите, меня слышно? Да, слышно. Хорошо. Значит, равнобедренность выражается в виде равенства F, N, равняется F, N. Причем, если вот эта равенство выполнено, то и равнобедренность тоже будет, и равенство углов тоже будет выполнено. То есть, это равносильно. И поэтому фокальное свойство давайте сформулируем так. Для всякой точки M на параболе, треугольник, образованный точкой M, точкой M, пересечения касательной, проведенной в точке M с осью параболы и фокусом параболы, является равнобедренным. треугольник, 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 образованный точкой M, точкой пересечения касательной, приведенной в точке M с осью параболы, и фокусом параболы, является равнобедренным. Вот у нас точка M, вот у нас фокус параболы, и вот у нас точка пересечения касательной, которая приведена в точке M, с осью параболы. Ось Х, это как раз есть ось параболы. То есть, на нашей картинке она есть ось Х, но если никаких координат не приведено, то у параболы всегда есть ось симметрии, относительно которой она симметрична. Это ось параболы. Вот, поэтому получается, что вот эта вот формулировка, она, вообще говоря, к координатам не привязана. Она привязана, собственно, к самой параболе. И в таком виде это свойство удобно доказывать, используя уравнение касательное. Переходим к доказательству фокального свойства в геометрической формулировке. Снова рисуем картинку. Рисуем параболу. Рисуем касательную. Изображаем фокус. М, это точка N, это точка F. У точки М координаты Х0, У0. И эти координаты удовлетворяют соотношению. У0 в квадрате равняется 2ПХ0. У точки F мы помним, что расстояние от фокуса до вершины это половинка от параметра P. То есть у точки F координаты делить на 2Х и 0 по У. Дальше надо найти координаты точки Н. Для этого берем уравнение параболы. У нас уравнение параболы такое. У умножить на У0 равняется П умножить на Х плюс Х0. 0. Поскольку точка Н лежит на оси Х, то у координата точки Н равна 0. То есть у равно 0. Из того, что У равно 0, мы получаем равенство П умножить на Х плюс Х0 равняется 0. Отсюда Х получается равно минус Х0. Значит, если мы спроектируем точку М вот сюда, то расстояние от начала координат до этой проекции будет равно расстояние от начала координат до точки Н. То есть Х координата точки Н противоположна Х координате точки М. Итак, Н имеет координаты минус Х0, а У координата у нее равна 0. Нам надо проверить равенство МФ равняется МН. МФ равняется НФ. МФ равно НФ. Вот это надо проверить. Ну, давайте посчитаем, чему равняется НФ. То есть Х координата точки Н равна минус Х0, поэтому вот это вот расстояние по величине равняется Х0. А вот это расстояние по величине равняется П делить на 2, потому что П делить на 2 – это Х координата координаты точки Ф. Поэтому НФ это есть П делить на 2 плюс Х. Дальше. Что мы знаем про МФ? МФ можно вычислить в виде корня квадратного, зная координаты точки Ф и точки М. Но мы знаем свойства параболы, что расстояние от точки М до фокуса равняется расстоянию от точки М до директрисы. Если я вот здесь изображу директрису, то вот это вот расстояние МН, расстояние от точки М до директрисы, оно тоже будет равняться МФ. МФ равняется МН. Это по определению параболы, и это еще и потому, что у нее эксцентриситет равен единице, если мы запишем определение параболы как свойство директрис. Считаем МН. Значит, Х-овая координата точки М – это Х-ноликовая, поэтому вот это расстояние – это Х-ноликовая, а расстояние от вершины до директрисы или расстояние от этой точки до директрисы – это будет пополам. Почему? Ну, потому что расстояние от фокуса до вершины параболы и расстояние от вершины параболы до директрисы – они одинаковые. Оба равны П пополам. Поэтому расстояние МН получается П делить на 2 плюс Х-ноль. Но НФ у нас получилось тоже вот таким же, плюс Х-ноль здесь, да. НФ получилось тоже П пополам плюс Х-ноль. Ну и видно, что НФ равно вот этому, МФ равно МН, а МН равно вот этому, которое совпадает с этим. В итоге мы получили, что МФ равняется МН равняется МФ. И мы установили вот это равенство, которое теперь у нас идет уже без вопросов. тем самым мы доказали, что треугольник, образованный фокусом точкой М и точкой М, является равнобедренным и тем самым мы доказали по сути фокальные свойства параболы. На этом обзор, не обзор, а точнее изучение эллипса, гипербола и параболы по отдельности у нас закончилось. Нам нужен дальше общий взгляд на все эти три линии, эллипс, гипербола и парабола. Давайте запишем их уравнение. Для эллипса х квадрате делить на а в квадрате плюс у квадрате делить на b в квадрате равно единице. Для гиперболы это эллипс. Для гиперболы х квадрате разделить на а в квадрате Минус y в квадрате разделить на b в квадрате равняется единице. Для параболы y в квадрате равняется 2px. Давайте посмотрим. Значит, это гипербола. Это параболы. Давайте посмотрим на то, в каком виде в них присутствуют переменные x и y. Переменная x в квадрате, то есть степень ее равна 2 в этом уравнении. Степень переменной y тоже равна 2. Слагаемое 1, оно переменных не содержит, поэтому степень по переменным равна 0. В целом, все три элемента в этом уравнении, все три слагаемых, можно так сказать, если единицу перенести в левую часть, то его тоже можно рассматривать как слагаемое, они имеют степень по x и y не выше 2. В уравнении гипербола все то же самое. По переменных степень не выше 2. И в параболе y в квадрате идет в степени 2, а 2px по переменной x это степень 1. Все равно эта штука не больше 2. Итак, мы получаем, что во всех этих линиях переменные x и y входят в степени не больше 2. Вот уравнение линий, у которых переменная входит в степенях не больше 2, называется уравнениями квадрик, а сами линии объединяются общим названием квадрики. То есть все это вместе, и эллипси гиперболы и параболы являются примерами квадрик. или по-другому линии второго порядка. Линии второй порядка. Это что значит? Значит, в их уравнениях переменные должны встречаться в степенях не выше 2, причем максимальная степень все-таки должна равняться 2. Если максимальная степень будет меньше 2, то есть будет только степень 1, то мы получим линейное уравнение, которое дает нам уравнение прямых линий. Этот случай нам будет неинтересен, поэтому мы обязательно будем требовать, чтобы переменные входили в степени 2 хотя бы в одном месте, и чтобы общая степень была не выше 2 тоже. Вот. С этого момента мы переходим от изучения каких-то отдельных представителей вот этих вот квадрик к изучению квадрик в общем виде. Давайте запишем заголовок. Линии второго порядка или в скобочках квадрики. Запишем уравнение линии второго порядка. Ну, как я уже сказал, степень не должна быть больше 2. Значит, возьмем переменную x. Если мы берем максимальную степень, то степень это будет x в квадрате. Значит, пишем с коэффициентом, неким, обозначенным через А большое, давайте напишем А большое на x в квадрате. Дальше такая же степень 2 возникает, если я x умножу на y. Поэтому я сюда должен добавить слагаемое, в котором есть x умножить на y. Ну, коэффициент при этом слагаемом я мог бы обозначить просто буквой B. Принято обозначать его 2B. Коэффициент при квадрате y обозначен буквой C. Вот эти три слагаемых дадут нам степень 2. Никаких других слагаемых со степенью 2 больше написать не удастся. Ну, нет таких сочетаний x и y, чтобы степень была 2, и они не были уже перечислены. Значит, следующие слагаемые должны иметь степень меньше 2. Ну, меньше 2 это единица. Слагаемое с x в степени 1 это будет x. Перед ним надо написать коэффициент. По алфавиту у нас идет A, B, C, потом идет буква D. Но эту буква D тоже принято писать с коэффициентом 2, то есть 2D. 2Dx. После D по алфавиту идет буква E. Она будет использоваться как коэффициент перед y в первой степени. И она тоже идет с коэффициентом 2. Плюс 2EY. Дальше, после буквы E по алфавиту, A, B, C, D, E, F. Правильно? Плюс F. F уже будет использоваться как коэффициент в слагаемом степени 0. Ну, x, y в степени 0 это единица, поэтому просто будет коэффициент F. Ну, вот после того, как мы все это сложили, чтобы получилось уравнение, мы приравниваем это все к нулю. Вот это есть общее уравнение квадрики. Общее уравнение квадрики. Если вы на него посмотрите, то никакого намека на эллипский пербол или параболу по отдельности в нем нет. Оно сложнее, в нем больше слагаемых, чем в каждом из этих трех уравнений для этих отдельных линий. Но, оказывается, вот это уравнение можно упростить и привести к виду одной из этих трех линий, либо еще дальше упростить, привести к уравнениям прямых линий за счет преобразования системы координат. То есть, квадрика общего вида – это уравнение эллипса, или уравнение гиперболы, или уравнение параболы, или какое-нибудь еще уравнение, которое сводится к уравнениям прямых линий, но записанное в неправильной системе координат. И эту систему координат надо выправить. Что значит выправить? Это значит повернуть оси на нужный угол, ну и, возможно, поменять начало координат. Для того, чтобы произвести выправку системы координат вот в этом уравнении, нам нужно изучить немножко, ну то есть, не то, чтобы совсем изучить с нуля, а просто посмотреть, как будет происходить поворот системы координат. Записываем заголовок. Поворот прямоугольной системы координат. Поворот прямоугольной системы координат. Изображаем прямоугольную систему координат. То есть, две оси. Иксовая и игрековая. Но система координат, если вы помните, мы однажды уже говорили, это есть базис плюс начало отчета. Начало отчета или начало координат, это наша точка О. На осях координат, в прямоугольной системе координат, есть два единичных вектора. Давайте мы их обозначим. Вот, как начертим здесь вот. Например, вот так. И здесь вот я взял 7 клеток. Значит, наверх тоже надо взять 7 клеток. Значит, это у нас будет вектор Е1. Это будет вектор Е2. Это они образуют базис. Е1 и Е2. Это будет у нас ОНБ. Вот он нормированный базис. То есть, модуль Е1 равняется модулю Е2, равняется единице. А угол между ними 90 градусов. То есть, Е1 перпендикулярен Е2. После этого мы совершим поворот. То есть, повернем оси на какой-то угол. Значит, здесь пусть будет угол Фи. И тогда вектор Е1, повернувшись на этот угол, будет направлен вот сюда. И это будет уже новый вектор Е1 с волной. Одновременно для того, чтобы вторая система координат тоже была прямоугольной. Это ось Х с волной. Надо провести перпендикуляр. Это будет ось У с волной. И на этой оси будет лежать вектор Е2, повернутый на тот же угол Фи. То есть, здесь будет какой-то вектор Е2. И вот этот угол тоже будет равняться Фи. Векторы Е1 с волной и Е2 с волной тоже образуют ОНБ. И между ними угол 90 градусов. А по длине они равны единицам. При переходе из одного базиса в другой базис, обычно используется матрица перехода. А матрица перехода возникает, если разложить вектора нового базиса, вот Е1 с волной и Е2 с волной, по векторам старого базиса Е1 и Е2. Глядя на картинку, давайте такое разложение произведем. Поскольку у нас система координат прямоугольная, то это разложение можно произвести через проекции. Делаем проекцию Е1 на ось Х, делаем Е1 с волной на ось Х, и делаем проекцию Е1 с волной на ось У. Эти проекции будут прилежащим катетом и противолежащим катетом в прямоугольном треугольнике. Поэтому можно написать, что проекция на ось Х, это будет косинус Фи, проекция на ось У, это будет синус Фи. Поскольку гипотенуза в таком треугольнике, длина вектора Е1 с волной, она равна единице. Вот написано. И для вектора Е1 с волной в итоге возникает такое разложение. Е1 с волной равняется косинус Фи умножить на Е1, прибавить синус Фи умножить на Е2. Дальше берем Е2 с волной. Он получается поворотом Е2 на угол Фи тот же самый. Если провести проекции на ось У и на ось Х, то видно, что проекция на ось Х направлена в отрицательную сторону, и она есть противолежащий угол в таком же треугольнике с углом Фи. Противолежащий катет. А проекция на ось У это и есть прилежащий катет. В таком же, как вот здесь, треугольнике с углом Фи. Отсюда мы можем записать, что Е2 с волной равняется. По Х будет с минусом, и с минусом будет косинус. Поэтому будет минус косинус Фи. Нет, по Х будет синус. Минус синус Фи. Вот это же противолежащий. То есть синус. Минус синус Фи на Е1. А по И будет косинус. Косинус Фи на Е2. Когда мы эти две формулы преобразуем в матрицу перехода, коэффициенты или координаты новых векторов в старом базисе должны будут записываться в столбик. То есть матрица перехода С, или матрица прямого перехода, она будет иметь два столбика. В первом столбике будут записаны координаты вектора Е1 с волной. Это будет, значит, косинус Фи. И внизу синус Фи. Во втором столбике будут записаны координаты Е2 с волной. Первая координата это минус синус Фи. А вторая координата это косинус Фи. Получилась матрица перехода специального вида, который определяется одним-единственным параметром, углом Фи. Вот такая матрица называется матрица поворота. Почему получилась такая специальная матрица? Ну, потому что мы взяли не любые базисы, а мы взяли ортонормированные базисы. Два ортонормированных базиса, которые отличаются друг от друга поворотом на угол Фи. Поэтому получилась матрица переходов, в которой есть только косинусы и синусы этого угла Фи. Дальше мы должны использовать эту матрицу для того, чтобы пересчитывать координаты. Рисуем систему координат. У любой точки есть радиус-вектор. Радиус-вектор это вектор, соединяющий, ну пусть это будет точка М, соединяющий точку М с началом координат. Если мы совершаем поворот оси, мы не сдвигаем начало отсчета, то радиус-вектор не поменяется, потому что начало отсчета в новой системе координат совпадает с началом отсчета в старой системе координат. То есть радиус-вектор будет одним и тем же. А поменяются только координаты этого радиуса-вектора, потому что в одном случае базис один, а в другой системе координат базис другой. Поэтому у радиус вектора r, который есть om, будут координаты x, y в одной системе координат, и будут координаты x с волной, y с волной в другой системе координат. Причем преобразование координат точки в данном случае будет являться, по сути, преобразованием координат радиус вектора этой точки. Давайте запишем известную нам формулу пересчета координат вектора при замене базиса. И давайте мы это сделаем в сторону обратную, то есть напишем формулу обратного пересчета. Причем напишем ее в матричном виде. Обратный пересчет, это значит старые координаты, то есть x, y выражаются через новые координаты x с волной, y с волной. Запишем в столбик старые координаты радиус вектора x, y. Они получаются из новых координат путем умножения на матрицу S. То есть такая формула нам известна из теории замен базиса. Причем, заметьте, вот это формула обратного пересчета. Обратного пересчета. Но в ней используется матрица прямого перехода. Этот факт мы тоже уже как-то отмечали, когда говорили о замене базисов. То есть в формулах прямого перехода используется матрица прямого перехода, а в формулах прямого пересчета используется матрица обратного перехода. И наоборот, в формулах обратного перехода опять используется формула прямого перехода. В формулах обратного пересчета используется матрица прямого перехода. То есть вот эта формула является верной. Вместо S теперь давайте запишем нашу матрицу поворота. Мы знаем, что S у нас не любая, а S состоит из косинусов и синусов. В итоге у нас получается такое равенство. Столбик x, y равняется матрица косинус φ, синус φ внизу. Здесь минус синус φ, косинус φ. Умножить на столбик x с волной, y с волной. Дальше давайте эти формулы распишем отдельно для x и отдельно для y. x это будет произведение первой строчки в матрице перехода на столбик x с волной, y с волной. То есть получится, что x равняется косинус φ умножить на x с волной, минус синус φ умножить на y с волной. Дальше y будет равняться произведению второй строчки в этой матрице на столбик x, y. То есть будет синус φ умножить на x с волной, плюс косинус φ умножить на y с волной. Вот эти формулы дают нам замену переменных, или пересчет координат при повороте системы координат. Возвращаемся к уравнению квадрики. Уравнение квадрики у нас такое. a x в квадрате плюс 2b x y плюс cy в квадрате плюс 2d x плюс 2y плюс f равно нулю. Здесь у нас есть x, здесь у нас есть y, и вместо x и y, если хотим выполнить поворот, надо подставить вот эти выражения, содержащие синус и косинус. Значит, надо выполнить подстановку. После того, как такую подстановку мы выполним, ну вот, например, вот это x, если мы сюда подставим, то вот это выражение возведется в квадрат. После раскрытия получится, ну, какое-то достаточно сложное выражение. Но в этом сложном выражении что будет? Обязательно будут квадраты x с волной, будут квадраты y с волной, и будет какое-то произведение x на y с волной. То же самое, когда мы будем перемножать x на y вот здесь. То есть будут умножаться каждое слагаемое с каждым слагаемым, поэтому возникнут квадраты x с волной, квадраты y с волной, и еще возникнут перекрестные произведения x с волной на y с волной, или наоборот, y с волной на x с волной. И если мы все это подставим, раскроем все скобки, переведем все подобные слагаемые, у нас возникнет уравнение такого же вида, в котором будут квадраты x, квадраты y, произведения x на y и прочие слагаемые, но правда коэффициенты будут другие, они пересчитаются. И в них будут входить каким-то образом вот эти углы, угол косинус φ и синус φ туда будут входить. Но в целом общий вид этого уравнения квадрики останется таким же. Наша цель в дальнейшем подобрать угол φ так, чтобы уравнение после подстановки вот этих выражений раскрытия скобок хоть немножко, но упростилось. А что значит хоть немножко упростилось? Мы будем стремиться к тому, чтобы коэффициент вот этот вот b при x умножить на y занулился. Сейчас я объясню, почему мы будем к этому стремиться. Мы будем к этому стремиться, потому что во всех уравнениях, которые у нас есть, эллипсов, гипербол и парабол, сейчас надо найти этот листочек. Вот, если посмотреть, вот в уравнениях эллипса, гипербол и параболы нигде нет произведения x на y. И поэтому, если у нас в общем уравнении оно есть, произведение x на y, Наша цель сделать так, чтобы после поворота эта слагаемая, содержащая x на y, исчезла. Давайте выполнять подстановку и раскрытие, ориентируясь дальше на то, чтобы исключить вот эту слагаемость произведением x на y. Значит, будет x умножить на косинус φ x с волной минус синус φ на y с волной. Это всё в квадрате. Плюс 2b на косинус φ x с волной минус синус φ на y с волной умножить на синус φ x с волной плюс косинус φ на y с волной и прибавить с умножить на на синус φ x с волной плюс косинус φ на y с волной всё в квадрате. И будут ещё слагаемые первой степени. Я их писать не буду, я их обознатю через многоточие и всё это должно равняться нулю. Вот. Такое уравнение будет после подстановки. В этом уравнении пока меня не интересуют коэффициенты при x с волной в квадрате, коэффициенты при y с волной в квадрате, но меня интересует произведение x с волной на y с волной. Поэтому, когда я буду раскрывать скобки, я давайте буду оставлять только те слагаемые, которые содержат x умножить на y. А всё остальное буду добавлять в это многоточие, которое меня не интересует. Здесь, поскольку дальше идут слагаемые степени 1, где одни перемены на другие не перемножаются, поэтому там у нас x с волной умноженной на y с волной возникнуть тоже не сможет. Там их нету. Значит, они есть только при раскрытии вот этих скобок. Смотрим. Из первого слагаемого что у нас получится? А. Поскольку это квадрат, у нас возникнет удвоенное произведение первого слагаемого на второе после раскрытия квадрата. То есть будет с минусом а умножить 2 косинус φ умножить на синус φ на x с волной и y с волной. А тот слагаемый, который содержит косинус квадрата, и тот, который содержит синус квадрата, мы их смотреть не будем. Дальше идём. Здесь у нас коэффициент 2b. А что будет внутри после раскрытия? Значит, вот эта скобка умножается на вот эту скобку. Здесь есть x с волной, оно умножится на вот это y с волной. Здесь косинус, здесь косинус. Поэтому получится косинус φ в квадрате. Или косинус в квадрате φ. Так можно записать. Дальше. Когда x умножится на x, это нас не интересует. Когда y умножится на y, тоже нас не интересует, но вот есть у нас вот эта y с волной, которая умножится на вот эту x с волной. Здесь у нас минус синус, здесь синус. При перемножении получится минус синус в квадрате φ. Из-за скобки уже будет вынесено произведение x с волной, на y с волной. Дальше. В этой скобке квадрат. Когда мы возводим в квадрат, возникает удвоенное произведение, в котором будет как раз x с волной умножить на y с волной. Поэтому будет плюс c умножить на 2 синус φ умножить на косинус φ и умножить на x с волной y с волной. Плюс будут вот те слогаемы, обозначенные к многоточиям, к ним еще добавились те слогаемы, которые у нас дали x с волной в квадрате, y с волной в квадрате и все остальное. Нас они не интересуют, поэтому они все вместе обозначены многоточием, и это все вместе равно нулю. Мы оставили только то, что содержит x умножить на y. И здесь перечислено все, что содержит x с волной на x с волной. Во всем этом многоточии такого произведения больше нет. Давайте мы x с волной, y с волной вынесем за скобки, а внутри скобок оставим то, что есть. Вот видим, что у нас есть удвоенное произведение синуса на косинус, то есть 2 синус φ на косинус φ, а коэффициентом при этом будет c минус а. Дальше. 2b коэффициент, а в скобках косинус в квадрате φ минус синус в квадрате φ. И вот это вот все вместе, это и есть коэффициент при x с волной, y с волной. Плюс многоточие равняется нулю. Если наша цель состоит в том, что коэффициент при x с волной, y с волной в новой системе координат должен занулиться, значит, должна занулиться вот эта величина. 2 синус φ на косинус φ умножить на c минус а, прибавить 2b на косинус в квадрате φ минус синус в квадрате φ, должно занулиться. И это равенство мы будем воспринимать как уравнение, определяющее угол φ. То есть величину поворота надо подобрать так, чтобы вот это равенство выполнилось. Здесь уместно вспомнить формулу тригонометрии, когда удвоенное произведение синуса на косинус это есть синус двойного угла. А когда косинус в квадрате отнимается синус в квадрате, это есть косинус двойного угла. Уравняется нулю. Вот. Нам надо вот это вот уравнение, содержащее синус двойного угла и косинус двойного угла, решить как тридометрическое уравнение. Ну давайте перенесем одно из этих двух слагаемых в другую часть уравнения. И напишем это так. 2b на косинус двух φ равняется, при перенесении знак поменяется, будет а минус с на синус двух φ. При решении этого уравнения надо учесть все возможные случаи. Вот давайте посмотрим на коэффициент b. Зачем мы вообще весь этот поворот затеваем? Мы его затеваем за тем, чтобы этот коэффициент b сделать равным нулю в новой системе координат. Но это значит, что в первоначальной системе координат он нам мешает, и этот коэффициент b не равен нулю. То есть, если мы начинаем делать поворот, значит у нас b не равно нулю. Можем написать, что косинус двух φ равняется а минус с делить на 2b на синус двух φ. Ну и дальше есть варианты. Либо косинус равен нулю, либо синус равен нулю. Но одновременно синус и косинус занулиться не могут, потому что косинус в квадрате плюс синус в квадрате равно единице. Давайте рассмотрим случай, когда синус не равен нулю. В этом случае мы можем такой синус поделить, тогда косинус делить на синус, это будет катангенс. Можно ли решить такое уравнение? Ну, если это число вычислить, ну там это уравнение решается через арккотангенсы. Ну или его можно решить графически.